всем привет с вами кирилла вы на канале кирилл киев мы сегодня мы играем в крючку на сервере на роли плей центральный округ мне здесь кирилл футболове не забывайте видеть манипуляции так сегодня снова с речка пацаны я снова 7 ночью сразу после той серии как бы чтобы записать заранее чтобы выходили стабильность речки поэтому пацаны с вас обязательно лайки и так сегодня у нас будет тест вот этой машинки которую я приобрел в предыдущей серии ну как приобрел обменялся в принципе кто не смотрел предыдущую серию советую всем посмотреть так сегодня мы поедем на ней на гоночный трек это во первых во вторых поедем на один остров который находится возле батырева и попробуем там на ней тоже покататься я не знаю что находится вроде бы там особняк какой-то либо еще что-то но мы это посмотрим все желаю вам приятного посмотра погнали и так вот я уже в принципе на гоночном треке давайте прокатимся посмотрим что здесь как здесь нету забора по-моему нету да все давайте прокатимся думаю на нем потому что он валит реально жестко ух ты блин бочком как пошла малышка просто сейчас вообще подрифтим жестко лоп-оп-оп-оп давай-давай-давай пошла ни хера себе блять я так на пмв блять не дрячу как на этой тачке вы видели просто как она боком валит с ней тросиком ай-яй-яй вот это жестко реально видели просто боком идет ну да конечно только с нитром на толком боком идет но без них это тоже можно только на дрозончик брать и поворот заходить зашибись ебать гонка просто понимаете мне от внешне мне этот майбах больше нравится чем новый марседес майбах раньше просто было же отдельное подразделение майбах именно фирма а сейчас майбах объединился с мерседесами и теперь в принципе за мне вот этот старый майбах больше всего нравится из всех просто какие есть да у них такой типо крутой как морсдес майбах но все равно мне он больше реально нравится я бы себе в жизни взял бы и на это именно такой хотя блин были бы у меня бабки я думаю я взял бы и тот этот в принципе да поэтому не знаю мне этот майбах очень нравится у меня был на другом проекте и это довольно-таки круто реально тачка очень годная при нечего купил на порошоке я бы не смог так толком дрифтить. А на этой тачке просто можно спокойно бачком наваливать и не переживать, что ты врежешься куда-то, потому что она довольно-таки хорошо контролируется, что я хочу заметить. Просто видите, она бачком заходит. Какой у нее привод вообще? Передний или задний? У нее задний привод вообще заебись просто. Реально шикарная тачка на самом деле. Но я думаю в принципе по треку, я думаю, для вас все понятно, что на ней можно валить бачком там и так далее. Поэтому я советую и хочу переместиться тогда на остров, который находится возле Батырева. Давайте еще бачком вальнем немножко. Оп-оп-оп-оп, шлявля родная. Бля, на ней можно, блядь, выступать в профессиональных дрейфт-гонках, пацаны. Я думаю, да. Было бы довольно-таки круто. Ну, прикиньте реально, вот в реальной жизни профессиональные гонки и там, блядь, разряженный просто майбах хуярит, блядь, боком. Бля, это было бы реально круто. Я бы на такое посмотрел. Блин, какая-то странная дичь. Я вот включаю нитро, у меня какие-то кубики черные такие прозрачно начинают вверх подниматься. Я не знаю, от чего это. Скорее всего, это из-за мода на нитро. Да, по-любому из-за этого. Надеюсь, на записи это не видно. И в основу это всегда ночью происходит, я заметил, серьезно. Вот этот остров, сюда мы, давайте, заезжаем. Ёбаный, вроде, бать, дорога просто. Прикиньте сюда на Черони заезжай там, либо еще на чем-то низком. В принципе, да. Ну, дорога такая прикольная, самом деле, мне нравится. Такая, знаете, атмосферненькая. Так, мы едем, едем, едем в далекие края, называется. Так, едем, едем дальше и смотрим, что же у нас там. На самом-то деле есть. Блин, надеюсь, там хоть есть, типа, конец. Я не зря туда еду, потому что есть там... А, есть, да, остров. Я, по-моему, здесь был когда-то, да. Но, все же, давайте, я думаю, здесь прокатимся. Ох, как пыльно, ни хрена не видно. Так, куда мы можем сюда заехать? Еще, пацаны, Уфроуд на Майбахе. Да, видите, здесь дом есть. Дом за 500 миллионов, по-моему, или за сколько он там стоит. Тони Уокер. Дом занят. Давайте посмотрим, что он открыт. Да, он открыт. Здесь обычный интерьер. Самый дорогой, по-моему, у меня он тоже был, когда у меня был дом на Рублевке. Особого здесь ничего сверхъестественного, я думаю, нету. Просто дело в том, что этот дом находится на острове. Было бы прикольно, если сюда... Ну, для таких домов делали специальный какой-то интерьер особенный. Ну, а так, в принципе, нормальный дом там. Он стоит... Сколько у него гостка? Давайте посмотрим. По-моему, у него гостка около 200 миллионов, либо что-то типа того. 300 миллионов. Или сколько? Стоп. Не, не 300 миллионов. А, 30 миллионов у него гостка всего лишь. Ну, нормальная. Вроде бы раньше были побольше эти дома. Ну, то есть, подороже. Блин, я так, конечно, перевернулся, и мне пришлось его заспаунить, в принципе, да, чтобы я дальше мог передвигаться. Ну, такое себе, на самом деле. Так, ну, давайте я еще раз его паркану, и он починится или нет? Нет, он, по-моему, не чинится. Ну, ладно, сейчас ремка починю. Так, давайте посмотрим, что-то по салонечку. Блин, реально, мне этот Майбах намного нравится больше, чем тот, что Мерседес им на Майбах, вот этот последний. Реально, ну, этот как-то, блин, ну, реально, это Майбах. Ну, то просто 222, ну, за базу взять 222, там немного новых плюшек есть, но, по сути, то обычный 222, просто там пару плюшечек есть, он того не стоит. А здесь, именно, блин, уникальность. Да, возможно, Сидон старый, но не такой старый, как Роус Ройс, тот самый Фантом есть. Ну, хотя они оба хороши, в принципе, но мне этот Майбах реально больше нравится, чем тот последний новый. В принципе, вот такое мое мнение. Ну, что ж, чуваки, я думаю, на это будем заканчивать. Вот такая вот была серичка. Мы сегодня подрифтили на вот этом замечательном автомобиле под названием Майбах. Прокатились по острову, ну, там толком не поездить, поэтому я решил туда сразу же уехать. Я думал, там хотя бы что-то интересное будет, а там чисто песок. Ну, а по песку, как вы знаете, машина в КРМП очень плохо едет. Ну, в жизни так же. В принципе, ну, смотря какая машина. Ну, короче, вы поняли. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok